Девушки отдыхают И неподоноку от этого места Шайкишна гулял со своими друзьями, мальчиками, густушками и пастелят И поскольку стало очень жалко, то коровы захотели пить И они прибыли в это место Это место называется Каляград Это место, которое не прямо по аусью реки идет, а такое, как заводь Если бы Калия жил в самой Емуне, а не в заводе Емуне Тогда этот яд, который он распространял, он бы убил всех жителей Матураса Он просто туда течение реки ведет Поэтому мы понимаем, что эта заводь, она находилась в Каляград Находился не по аусью реки, а как заводь Калия был ядовитый змеей, который жил здесь со своими змеями, женами и детишками Я трогал настолько убийством, что вся трава, все деревья, все цветы погибли по его берегам И даже если птица какая-то над этой заводью пролетала, то из-за того, что вот эти яды, они испаряли Ну, плохие испарения такие были ядовитые, то даже птица пролетая над ним, она падала в воду заверка И мальчики привели сюда, ввели в это направление коров, и коровы, подойдя сюда, начали пить у этой заводи воду И когда они избили этой воды, то все без сознания, завертво попадали Как мертвые просто Временами люди рассказывают, что это мальчики-пастушки пришли сюда и в первую очередь выпили воды Но этой теории мы не принимаем Но на самом деле, когда мальчики сюда пришли, коровы к этому моменту уже испили этой ядовитой воды И мальчики, будучи пастухами, испытывая такую сильнейшую любовь к своим теляткам, они просто попадали без сознания И потом Кришна сюда пришел И он увидел, как в разлуке, точнее, как померли его коровы, отравленные ядом И как мальчики-пастушки, они тоже были неживыми уже Это травматично для каждого Шесть лет увидеть такого И Кришна просто разрыдался И слезки Кришны начали течь И как Кришна плакал такое, просто огромным потоком, он плакал свои слезы И эти слезы, они просто ручьями спускались, касались земли И они, коснувшись каждого из мальчиков, который лежал на земле без сознания, они их оживили И когда каждый из мальчиков открыл глаза, то Кришна подошел к каждому и обнял своих друзей И друзей было там не меньше тысячи, но Кришна, размножив себя в жизни Милостью, будучи Бхагаваном, он размножил себя в своей удивительной экспансии, в сладостной форме Которая, каждая из которых подошла к определенному мальчику и вняла его Мальчики подумали, что с нами произошло? И как мы сначала умерли, а потом возродились к жизни? И тогда один мальчик заулыбался и сказал, я знаю секрет! Другой мальчик сказал, ну расскажи! И один мальчик сказал, Гагачарья сказал, анеина сарва дургани дургани юйам анжас таристьята Кришна подумал, сейчас пришло время проучить Этого калию, преподать ему урок Кришна подоснул волосы под тюрбан, завязал по лужу кушак свой Забрался на это кадамбовое дерево Это кадамбовое дерево было единственным, которое не померло в округе Некоторые люди говорят, что Гаруда пришел сюда с горшочком нектара И он встал в дереве, и некоторые дни улетали на дереве И он стал иммунальным, и Гаруда улетел из болезни калия Некоторые люди рассказывают, что когда Гаруда прилетел сюда с горшочком нектара То он приземлился на это дерево И капелька из этого горшочка, она пролилась на ветви этого деревья И оно стало бессмертным Поэтому, когда ядовитый калий начал здесь жить То это дерево, будучи имея такой иммунитет, бессмертие Оно было единством, которое не погибло Все вы это слышали Но эту теорию мы не принимаем Почему? Почему? Все деревья бриндавны являются калпабрикшами Исполняют желания Поэтому умереть они просто не могут Они только могут иметь силы того, что они погибают Благодаря тому, как все устраивает дьогумай Есть такая поэзия на Бриндаване, которая рассказывает о том, что даже деревья не знают, что такое смерть во Бриндаване Почему? Дара-дара-дара-ар-патта-патта-пэй Радхе-радхе-радхе-радхе-радхе Потому что на каждом листочке Бриндавана, на каждой венточке Бриндавана написано имя Радхе Так или иначе, Кришна забрался на это дерево Прошел по этой ветви И прыгнул в воды Кали-радхе И начал брызгаться И несмотря на то, что Кришна был еще совсем маленьким мальчиком Но зато как только он прыгнул в воды Кали-радхе, то они вышли из берегов, потому что создали огромные волны Он создал огромные волны, и его мальчики, его друзья, они просто вынуждены были даже отбежать от Кали-рада, чтобы их не заглеснуло этой волной Кришна так блескался, брызгался в воде, для того, чтобы специально побольше шума создать, потревожить Кали-радхе И Кали-радхе наконец пробудился и подумал, кто это меня беспокоит здесь И Кали-радхе он выбрался из глубины на поверхность воды, и своими гигантскими кольцами, он просто обвивавший Кришну, и начал постепенно-постепенно сужать эти кольца В это время мальчики-пастушки попадали без сознания Повсюду, и на небе, и на земле были неблагоприятные признаменования И в силах людей тоже они чувствовали Земля дрогала Кометы падали с небес И по всему вражу у мужчин глаз и рука затряслись в таком птике в нервном Это неблагоприятно для мужчин И для женщин это с другой стороны, правый глаз и правая рука С левой стороны у мужчин, а у женщин наоборот с правой стороны правый глаз и правая рука И поэтому почувствуют что-то неладное, Браджа-баси, где бы они ни находились, они просили все и сбежали с Каля-раду Потому что они последовали посту Памши Кришны И даже если Кришна берет миллионы ковиков к грязи Но его ковики такие красивые, что ковики очень внимательны, чтобы не поднимать их Потому что на самом деле, несмотря на то, что с Кришной идет огромное количество и друзей, и коров И оставляют за собой копытами следы И по идее, они должны были бы затереть следы Ши Кришны Но отпечатки за стоп Ши Кришна настолько прекрасны, что даже коровы стараются на них не наступать, обходите Кто-то может задать вопрос, Бриндаван это такое благоприятное место, как в принципе здесь могут проявляться неблагоприятные признаменования А ответ такой, что действительно не могут Но полу-боги, видя, что Кришна была в положении, которая выглядит как большая опасность Чтобы улучшить драма его человеческих прошлых времен То полу-боги начали делать специальные эффекты Но полу-боги, они видят, что такой драматизм нагнетается И для того, чтобы создать побольше эффекта Они такие всякие специальные штучки проделывались Чтобы создать больше драматизма Батушка Земля подумала, вот сейчас как раз выполнил шанс поучаствовать Лиле Кришне Да, я землю сейчас затрясу Индра, который контролирует чувства, у мужчин заставил левые руки дрожать Деваты заставили кометы в небесах появиться Так, чтобы все Браджабаси обеспокоились И когда все жители Браджа сбежались на Калия Рад, то они увидели Кришну, который был окован этими кольцами Калии и все они попалили без сознания Мама Яшода уже ринулась в воды для того, чтобы постараться спасти своего сына Но Баларам, он пытался спасти всех Баларам был единственным, кто старался всех как-то образумить Говорил, подождите, наберитесь терпения Кришна будет в порядке И сладкие слова о Баларам, они немножечко паунтихамирили Браджабаси Кришна был полностью замотан этими кольцами Калии Но Кришна так проглядывал и выглядывал через эти кольца Он смотрел и ожидал Так, Браджабаси на месте Так, ладно, мама тут Папа здесь тоже Где Радхарани? Где Радхарани? Кришна ожидал Гопи многие пришли уже А Кришна все еще не вырывался из колец И когда Радхарани пришла, Кришна подумал, наконец-то я могу проявить какой я Герой Да, какой я герой И он просто вырвал все эти колец И тогда Кришна 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 Как площадку для своего танца И головы Калии так двигались И Кришна танцовывал Кришна Жены Кришне Наш муж не предный, поэтому лучше пусть действительно помрет, это к лучшему. Но когда 10 миллионов раз мы уже по голове настучали, то он уже какое-то малое толико смирения стало проглядываться во взгляде Кали. То есть его муж говорит, что сейчас какая-то юмилития. Может быть он может быть Ваишнава. Кришна, пожалуйста, save me. Жены присмотрелись и подумали, какое-то смирение в глазах проглядывается. Они тогда поменяли настроение, начали молиться Кришна, спасибо, может вдруг Ваишнава встанет. И Нагапатни, жены, Кали... Мы не знаем, какие аскезы, какие опасности совершала эта завистливая змея в своей прошлой жизни. Так что в этой жизни у нее появилась уникальная возможность принять Твои лотосные стопы, Кришна, на свою голову. В то время как мы знаем, что Лакшмидеви оставила Господа Нарайну и в течение многих-многих лет, сотен лет, она совершала и до сих пор совершает аскезы, но не может получить Твоей милости. Если Ваишнава за нас Кришна помолится, то тогда Кришна может быть отдавит нас милостью. И слышал молитвы своих других преданных Нагапатни, жены змея Калии, потому что они были чистыми преданными, то он решил даровать свою милость Калии. Калия молился, я Твой слуга, по своему желанию ты можешь либо наказать меня, либо проявить милость ко мне. Кришна простил Калию. И Калия, вместе со своими женами и детьми, Калия собрался делать пуджу Кришна. И из сокровищницы Калии жены Калия достали и драгоценные камни и шелк. До этого дня у Кришны никогда не было коустуба мани. Но это вообще часть его сварупы, он от него не отличен. Но в Гакуле, в отличии от Матхураша, Кришна просто не может прийти в этот мир с драгоценным камнем на груди, потому что это не будет чем-то человекоподобным, это уже не будет нарава. Так что Йога Майя купил его костуба мани в тресуре Калия. Так что, когда женщины были детьми, они сказали, что это красиво, давайте предложим это к ним. И поэтому Йога Майя специальная сокровищница Калия, она скрыла этот драгоценный камень для того, чтобы когда жены Калия стали бы разыскивать сокровища, которые не могли бы предложить Кришне, они бы наткнулись. О, смотри какой красивый камень, давай Кришне предложим. Сейчас Кришна был одет просто самым наикрасивейшим образом в своей жизни. И Калия, и его жены, и его детишки, они предложили лучший Кришне. И Кришне сказал ему, сейчас тебе предстоит уйти отсюда, больше ты здесь жить не будешь. Отправляйся на Романик Двип. Не переживай, что там ты наткнешься на Гаруду, который тебя съест, потому что обычно это любимое блюдо Гаруды. Потому что сейчас у тебя отпечатки моих водослук-сток на голове, поэтому Гаруда к тебе не прикоснется. Так что Калия Наги молился к Кришне, и Калия Наги на глазах начал молиться Кришне. Он сказал, следует твоему повелению, я сейчас оставлю это место. Он был с Гарудой, но он сказал, что я вас запрещу, если мой старый брат Гаруда, он уйдет на день, и ты должен идти куда-то. Тогда просто плачь мою имя, и от кем я в мире, я бы туда влезу и вы туда куда-то, 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 куда-то. И имея такую многолетнюю вражду с Гарудой, сейчас Калия предлагал следующую молитву. Он сказал, что, о Кришне, если когда-нибудь Гаруде потребуется взять выходной, потому что Гаруда это такое, как транспортное съезд, о Кришне, то Гаруда может где-то быть, и ты можешь обратиться к моим услугам, просто призови меня по имени, и где, в любом месте, в котором я буду находиться во Вселенной, и с любой точки я быстро примчусь, и ты сможешь забраться на меня, и я тебя повезу туда. Видите, как красиво, как красиво, как красивые пастыли Си-Кришна, что мальчики-пастушки в этой лиле стали жертвами Калии, а он стал их, ну как, наказующим. А насколько милостивший Кришна, что он дарует милость и тем, и другим, и пострадавшим, и тем, кто пытается оказать какое-то зловредное влияние. Кришна все еще находился в середине озера, и теперь ему предстояло перебраться на берег и соединиться с Праджабаси. Когда он был на берегу, он был сплывом. По дороге Кришна плывал. Но сейчас он был в новом, 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 и сейчас он стоял на вершине, и был оден во все новые одежды. И он был красиво украшен весь. Поэтому, если бы ему пришло еще запрыгнуть обратно в ходы Калии ради, то было бы не очень красиво, когда во всем бы мокро были. И тогда Нага, в семье Калии, они были сплывали под водой, и они подняли их головы, так что Кришна ходила через воду, и их головы приходили, поддерживая его ноги, как он ходил. И тогда слуги Калии, они просто начали, змеи, они так начали выплывать из воды, подставляя свои колбуки, на которые наступал Кришна, и так мягко перебирался по ним, не наступая, не затрагивая воду. Так Кришна выбросил на берег Емуна обратно. И все Праджабаси окружили его и обняли. До этого они находились практически на грани жизни и смерти, и думали Кришна погибнет, Кришна погибнет, а сейчас они испытывали величайшую радость, которой не было предела. Юные гопи открыто не могли подбежать к Кришне и начать обниматься с Ним, потому что все были в округе. Поэтому они просто стояли и наблюдали. И когда Кришна уже такой модный, весь вышел в таких одеждах, с таким камнем, с Костовомани, то он просто мимо гопи проходя, ничего им не говоря, он так проходил, и они попадали просто такие, как одна за другой, как падает банановое дерево во время ураги. Так что, в детстве, Кришна и гопи, когда они были дети, они имеют снега, но саммания снега, это просто любая любовь. С самого детства между Кришной и гопи присутствовала снега, но это была саммания снега, то есть обычная любовь. Но это место, это место, где, на первую очередь, Мадур-раса, Пурва-рага, Но это самое место, Кали-раса, было местом Мадур-расы, потому что Мадур-раса проявилась, и это было настроение Пурва-раги, такой любви в разлуке. Никто уже не хотел расходиться по домам, как только Кришна вернулся, все хотели подольше содержаться. И поэтому они решили, давайте просто никуда не пойдем по домам, просто здесь прямо на берегу рада заночуем. Так что Кришна был в центре, а потом девушки-пастушки, и потом девушки-пастушки-враджа. И ночью, когда все уже легли спать, то ни Кришна не мог спать, ни праджа-гопи не могли спать, девушки-юные. Так что Кришна уверен, что все уже уснули, он сел и начал осматриваться. И он увидел, что по краям, вот этот самый внешний круг, юных девушек на суше правда, они тоже так присели и стали смотреть на кришну. Так что Кришна смотрел на бра-джа-гопи в ночь, но гофи заметили, что в основном он смотрел на дочь Бришабана Махараджа. Кришна дарил взглядами каждую из гофи, но в особенности все заметили в этот день, в эту ночь, что Кришна бросал особенно отчетливые взгляды на дочь Бришабана Махараджа. Но в это время и в эту ночь злостные слуги Камса Махараджа были присланы во бра-дж и они подожгли лес вокруг. Все бра-джа-баси испытывали величайшее настроение печали, они вызвали Кришна, спаси нас. Кришна повелел всем закрыть глаза и просто выбил этот лесной пожар. Было два пожара в Мунджайдове лесу и в этом лесу, это два разных пожара. Так что этот демон лесного пожара является демоном обманчивости. Да, потому что когда один группа есть и другой группа есть и они имеют какие-то политические аргументы и начинают критиковать друг друга, то, как в лесной пожаре, все быстрее распространяется и все быстрее превращается от Ваишнавапараджа. Ставьте коверево, извините, я иди-добно. Последний, последний! Конфликтов и ссоров. Потому что временами такое случается, что разные групповы и шнапры начинают встречаться друг с другом, спорить, ссориться и какие-то политические вопросы обсуждать. И тогда это творит полный хаос, конфликты, какие-то непонимания, кучи проблем. Поэтому эту лилу, которую вы услышали здесь, она должна для вас служить уроком того, что вы никогда не должны вступать ни в какие ссоры, ни в какие споры, ни в какие политические передраги. Но след на это времени. Потому что до того, как мы умрем, наша цель это пройти через Бадена Крия, Натани, Вреди, Ништа, Ручья, Асакти, Баб и так далее. Поэтому по дороге у нас нет времени стараться исправлять идущих рядом. Себя сначала исправьте. Никого другого вы исправлять не можете. А если вы чистый, то вы можете очистить просто ничего особенного не делая в своем присутствии в весь мир. И утром, когда Браджи-баси проснулись, то они сели на свои телеги для того, чтобы вернуться обратно. Но Кришна увидел, что Браджи-гопи, они совсем потерялись, совсем заблудились, они просто не знали, находились в таком состоянии, что они могли понять, куда идти. Было вообще непонятно, они такую сильную разлуку испытывали, что они не понимали, сейчас день, сейчас ночь, где я, куда мне идти. Сплю я или я в пробужденном состоянии. И с этого дня Кришна, для того, чтобы спасти Браджи-гопи от огня их разлуки, он начал играть на своей плете каждый день. Поэтому это место является местом высочайшего нектара, обмена любовью между Браджи-гопи и Кришной. В Сримад-Бхагатам Кришна directly speaks about this place. He said, anyone who chants the holy day here, anyone who owes a karmacy brat here, anyone who does bhajan here, will very quickly come to my lotus feet. И в Сримад-Бхагатам Кришна непосредственно говорит об этом месте. Он говорит, что любой человек, который будет на этом месте воспевать святые имена, или совершать ekadashi-брату, или совершать бhajan, духовную практику, в этом самом месте очень быстро придет моим лотосным стопам. И вот здесь, за стеной, находится бhajan-кутира Шиллапрабодана Андасарасваде. И туда мы сейчас отправимся. Предложите пранамы и молитесь. курицу и курицу джимуна здесь. И мы желаем, чтобы блесить нас, что этот красивый Калия-даман-лила, как он вызвал видимость Мадурья-расы в сердце Кришны, что этот дом вызвал видимость Мадурья-расы в нашем сердце. Поэтому молитесь емуне здесь. Молитесь капелькам этой емуны. Молитесь этому месту с тем, чтобы подобно тому, как эта Мадурья-раса пробудилась в сердцах браджи-гопи на этом месте, так же, чтобы эта Мадурья-раса пробудилась в вашем сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok